МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Вначале коротко о главном. Песни, цветы и сюрпризы ждали женщин на празднике, посвященном 8 марта. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Старожилы Видного вспоминают о молодости нашего города. Согласно этому проекту должны быть заводская улица, строительная улица, школьная. Участники Кубка главы Ленинского района по боксу посвятили свои выступления Алине Шашуриной, девочке, которая борется с серьезным заболеванием. Алина, выставай! Во дворце спорта Видное состоялось праздничное мероприятие, посвященное наступающему весеннему празднику 8 марта. Для жительниц Ленинского района приготовили цветы, песни и массу сюрпризов. О них узнала наша съемочная группа. Подробнее расскажет Максим Козлов. Приподнятое настроение моментально появлялось у всех, кто в этот день решил прийти во дворец спорта. Естественно, что большинство посетителей представительницы прекрасного пола. Праздник, который проводится во дворце спорта Видное в преддверии 8 марта, в Ленинском районе стал уже традиционным. И традиционно это больше, чем концерт. В фойе развернуты ярмарки, интерактивные площадки, фотозоны. Ну и как же без передвижного салона красоты. Пришли на праздник сразу после работы. Не беда. Тут вам и прическу поправят, и ресницы подведут. Здесь же можно и приобрести самые современные косметические средства. Больше всего задают вопросы по поводу коллагеновой косметики. Побольше популярность имеет косметика Вэла для волос. Также органическая косметика, новинка в нашем салоне. Она будет вскоре представлена. Среди мастер-классов и ярмарок особняком смотрится фото-выставка, посвященная 90-летию района. На ней представлено около 50 фотографий из фондов районного историко-культурного центра и краеведа Анатолия Черкасса. Выставка называется «Прекрасные лики нашей истории». И здесь представлены портреты и групповые, и одиночные тех женщин, которые оставили след в истории нашего Ленинского района. Организаторы праздника постарались сделать все, чтобы у дам было хорошее настроение. И даже официальные лица на этом празднике забывают про важные протокольные слова и стараются выразить свою признательность и тепло тем, кто украшает их жизнь. С самого рождения мы попадаем в женские руки. Это в первую очередь мама, которая тебя родила. Тут же подхватывают бабушки, тетушки и так далее. Потом ты попадаешь в детский сад, потом в школу. И так всю жизнь. Женщина – это все. С праздником, милые дамы. После веселья в фойе в Большом зале Дворца спорта начался концерт. Женщин поздравляли с праздником творческие коллективы и исполнители Ленинского района. Также перед собравшимися выступил глава муниципалитета Валерий Венцель, который не скупился на комплименты. Собравшиеся дамы, в свою очередь, принимали их с радостью. Зима не сдается, но я уже замечаю, как искорки счастья, радости, света и добра в ваших глазах растапливают эту ненастную погоду. И я абсолютно четко, уверен и могу со всей ответственностью заявить, что в нашем Ленинском муниципальном районе, в нашем городе Видное – самые лучшие женщины. В концерте приняли участие и артисты российской эстрады. Юморист Сергей Дроботенко повеселил собравшихся своими монологами. Здравствуйте. У моей жены скоро круглая, а та 65. Пожалуйста, передайте для нее песню Игоря Николаева «Старая мельница». Овенчало праздничный концерт – выступление народного артиста России Дмитрия Маликова, который исполнил несколько своих хитов, подпевал и подтанцовывал ему весь зал. А последний сюрприз ждал всех женщин, пришедших в этот день во дворец спорта на выходе. Пожалуйста. Спасибо большое. Только концертом праздник не ограничился. На выходе всем барышням дарили цветы. А что еще нужно, чтобы встретить праздник в хорошем настроении? Максим Козлов, Егор Хлябич, Видное ТВ. С праздником, дорогие женщины. Наступила долгожданная весна, а вместе с ней пришла всеми любимая Масленица. Ежегодно этот народный праздник отмечают вкусными блинами, веселыми играми, песнями, танцами и хороводами. Первыми в районе Масленицу встретили на территории Христорождественского храма села Беседы. Там была организована занимательная программа для детей. Бояре, а мы венечком его! Молодые, а мы венечком его! Подвигается сырная седмица, когда все люди готовятся к посту, к великому. Ну и естественно хочется ребятам, мы работаем с детьми, просто объяснить, что подготовиться к посту нужно по-разному. Нужно хорошо отдохнуть, можно набегаться, наиграться, напрыгаться. А пост, это же каждый лишает себя чего-то того, что ему очень нравится или то, в чем он готов совершить подвиг. В этот день ребята с удовольствием играли в ручеек, водили хороводы и принимали участие в русских народных забавах. Все как-то сближаются, все такие веселые, ходят, сытые, добрые. И, ну, позитивные все очень. А в завершении всех подготовленных развлечений Анна Шмелева-Михайлова познакомила детей с масленичными традициями, рассказала, как нужно вести себя в праздничную неделю и к чему необходимо готовиться. Они помнят, как все начиналось, как строили коксогазовый завод, как около него рос на глазах рабочий поселок, который потом, через много лет назовут городом-садом и одним из самых благоустроенных городов России. Именно из рассказов старожилов можно узнать, почему Медицинскую улицу назвали Медицинской, а Садовую – Садовой. Прогулялась по страницам истории Ленинского района и городовидная наша съемочная группа. С краеведами Алексеем Зименковым и Владимиром Меньшовым мы встретились в бывшем музее коксогазового завода около сквера «Юность». И это место было выбрано не случайно. Именно благодаря заводу в далеком 1948-м и начал потихоньку создаваться рабочий поселок, который впоследствии назовут городом-садом. И одним из самых благоустроенных малых городов России. На месте коксогазового завода когда-то были совхозные и колхозные поля. И хоть решение о строительстве было принято в 1936-м, стройка развернулась лишь 11 лет спустя. Одновременно с этим начал строиться временный поселок, а затем и постоянный. Завод заработал в апреле 1951-го. Тогда же уже были отстроены улицы Садовая, Школьная и Северная, ныне Лемешка. Величественный завод, снабжавший газом всю Москву, хоть и был весьма технологичным предприятием, всегда утопал в зелени. Заметьте, на всех фотографиях очень много зелени. Коксогазовый завод с самого первого своего дня боролся за чистоту на заводе. У него были асфальтированы все дороги, были ухожены все газоны. И на газонах, как правило, сажали фруктовые деревья и ягодные кустарники. Листая фотографии из альбома, выпущенного к десятилетию завода, можно понять, как и чем жили люди в то время. Вот Дом культуры, построенный в 1954 году. Центр культурной жизни заводчан. Детские сады больше напоминали просторные загородные дачи, чем классические образовательные учреждения. Но все это было потом. Алексей Павлович Зименков помнит, как все начиналось. Он живет в Литнам с 1949 года, практически с момента основания. Его отец, Павел Зименков, был строителем. Работал в знаменитой бригаде Басова. Большинство улиц старого города были построены этой бригадой. Сначала семья Зименковых поселилась во временном поселке Призаводе. Некоторые назывались Южным Сахалином, некоторые назывались Северным Сахалином. Вот я жил на Южном Сахалине. Это если, чтобы было понятно, если выезжать на Каширскую дорогу, то слева у нас будет Коксогазовый завод, вот белокаменное шоссе, короткий отрезок. А направо – это алюминиевый завод. И вот раньше там и находился Северный Сахалин и Южный Сахалин. И вот я жил на Южном Сахалине. Строители жили там в вагончиках и так называемых бараках-полубочках. Вокруг тогда было много полей, на которых взрослые сажали картошку. А местные ребятишки нередко эту картошку выкапывали и тут же жарили на костре. Вскоре семья Алексея Павловича перебралась из барака в финский домик, а затем в коммуналку в доме на улице Школьной. Согласно этому проекту, принятому в 1952 году, согласно этому проекту должны быть заводская улица, строительная улица, школьная, садовая, медицинская, радиальные улицы и улица Гаевская. А за этими пределами, там, где сейчас советский проезд, это все было поле. Многие улицы Видного имеют говорящие названия. Садовая всегда утопала в зелени. Заводская вела к коксогазовому заводу. На школьной расположились первые две школы поселка номер один и номер два. А медицинская улица была названа медицинской, потому что на этой улице был построен большой больничный городок, который включал в себя и прекрасную по тем временам, нам казалось, жителям, прекрасную поликлинику, больницу с современным оборудованием. Со временем облик Видного значительно изменился, но старая историческая часть города сохранила внешний вид и колорит тех далеких лет. Екатерина Борисова, Егор Хлябеш, Сергей Ларин, Витнетовы. Пенсионерка из Суханово недавно лишилась сына. От него остались две собаки, за которыми 76-летняя женщина не может ухаживать физически. Но и бросить их она тоже не может. Разбираться в этой истории, в которой разом осиротели все, отправилась наша съемочная группа. Как сын умер, я весь январь, февраль болела еще. Плохо себя чувствовала. Давление сердца никуда уже все встало. Вот такие дела. На восьмом десятке она дважды в день ходит не близкой дорогой от дома до леса. Скользко, да и опасно на пути шоссе. Автомобилисты ей совсем не рады. Ходить опасно, а не ходить она не может. Нужно кормить и выгуливать двух собак, которые живут в вольере. Сын со снохой занимались разведением, но что-то пошло не так. У них овчарка дома. И вот овчарка эта покрылась. И думали, что о чем-нибудь хороших оставил. Там просили их оставь двух штук. Вот он их оставил, но их не взяли. Ну потому что они метисы. Ну да, потому что они метисы. Ну а куда же их не выбросишь, живые. Вот и кормили. У Мишки и Гришки очень быстро появились друзья. Одна собачья пара, которая прибилась к вольеру. Они обычно встречают Валентину Сергеевну еще на подходе. Это вот четверные, а вот это не цивилизованные. Ее будут цивилизовать выходить. А то она осенится. Она осенилась в прошлый год. На свою пенсию она кормит и их. А когда те щенятся, то бегает и раздает щенков. Прошлый помет ей удалось пристроить весь. А вот Мишку и Гришку не берут. Помочь Валентине Сергеевне мы сможем, но лишь частично. Забота о стерилизации бездомных собак взяло на себя государство. Правительству Московской области выделяются средства на отлов безнадзорных животных с последующей вакцинацией против бешенства, стерилизацией этих животных и дальнейшим выпуском в естественную среду. Чтобы отправить обращение, жителю Московской области необходимо зайти на портал Добродел и отправить свое обращение, после чего оно будет обработано в специальном центре и направлено в администрацию района. Свои жалобы вы также можете увидеть на карте данного портала с последующим его решением об отлове безнадзорного животного. А вот с Мишкой и Гришкой дело сложнее. К сожалению, на территории Ленинского муниципального района по состоянию на сегодняшний день отсутствуют бесплатные муниципальные приюты, в которые вы могли бы направить, разместить свое животное. Теленок думает, что он собака. Под такими тегами можно найти в интернете эту историю. Суть ее в следующем. От теленка отказалась его мать – корова. Тут бы его неокрепшей жизни и пришел конец, если бы не стая собак, которая приняла его к себе и воспитала. Может, и Гришку с Мишкой кто приютит? Они сильные и умные, все в мать-овчарку. Могут охранять и дом и участок. Если готовы стать их хозяевами, звоните в нашу редакцию. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Во дворце спорта прошел Кубок главы Ленинского района по боксу. Высокий накал спортивных страстей на ринге обеспечили поединки юных боксеров. Они запомнились зрителям яркими противостояниями и хорошим уровнем мастерства ведения боя. Спортсмены посвятили свои выступления юной видновчанке Алине Шашуриной, которая борется с серьезным заболеванием. Тему продолжит Арсений Рогозянский. Наблюдать за боями юных спортсменов было интересно и в то же время страшно. Даже десятилетние боксеры наносили друг по другу серьезные удары. Для Аргуна Мусаева поединок завершился уверенной победой. Однако боксер считает, что за внешней легкостью боя скрывается серьезная работа на тренировках. Было сложно, он прижимался, было сложно поднять снизу. Тренер мальчика Андрей Селезнев в победе своего подопечного сдержан рад. Несмотря на то, что его ученик провел хороший бой, наставник подходит к разбору поединка весьма хладнокровно. Удалось, хорошо, что работал первым номером, многое получалось, но многое не получалось. Мало проваливал, мало добавлял снизу, так как соперник его слишком нагибал голову вперед. Есть над чем работать, у него все только начинается. Болельщики яро поддерживали спортсменов. Громче всех за своего друга, вышедшего на ринг, болел Матвей Тельпин. Однако ни пламенная поддержка, ни грамотные подсказки не помогли его товарищу победить. Юный болельщик связывает поражение с высоким уровнем соперников, выступающих на турнире. Сильных ребят полно, все хорошо выступили. Турнир классный. Турнир по боксу проходил в поддержку Алины Шашуриной. Ее поединок куда серьезнее противостояний на ринге. Она борется с тяжелой болезнью и проходит курс химиотерапии. Девочка стойко переносит свой недуг, который пока не отступает. С поддержкой неравнодушных людей победа Алины, по мнению члена общественной палаты Ленинского района Ольги Вавиловой, лишь вопрос времени. И для нас важно не только помочь собрать средства, чтобы действительно лечение прошло успешно, но и помочь ей поверить в свои силы, потому что такие процедуры очень болезненные и психологически очень тяжело. Поэтому важно Алине и ее семье почувствовать, что они не одни. В небольшом техническом перерыве юные боксеры не ушли на отдых, а специально для Алины поучаствовали в видеозаписи в поддержку девочки. Алина, мы с тобой! После этого участники турнира продолжили свои выступления на боксерском ринге. В этот день все свои победы спортсмены посвятили юной Алине Шашуриной. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И коротко о погоде. Накануне женского праздника выглянет солнышко, ветер немного стихнет и станет теплее. Среднесуточная температура составит 2 градуса выше нуля. И это все новости на сегодня. Смотрите телеканал Видное ТВ и будьте в курсе всех событий Ленинского района. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова